1 августа в терминале А Московского аэропорта Внуково было необычно праздничное настроение. Здесь встречали первый рейс новой авиакомпании «Армения» из Еревана. Необычно было не только в здании аэропорта, где торжественно начиналась регистрация на рейс из Москвы в Ереван, но и на взлетно-посадочной полосе, где ожидалось прибытия самолета из Еревана. Здесь пожарные машины создали водную арку, под которой борт Армении грациозно приехал и пристыковался к терминалу аэропорта. У республики Армения уже более двух лет не было своего национального авиаперевозчика. Появление новой авиакомпании – значимое событие для страны, у которой полублокадное состояние. Для Армении, находящих такой сложной геополитической ситуации, иметь свой авиационный парк, свои гражданские пассажирские авиационные перевозки, очень важны как с точки зрения взаимообщения между людьми, так и с точки зрения нашей безопасности. Мы надеемся, что руководство авиакомпании Армения будет надлежащим образом развивать данную авиакомпанию, и безопасность полетов будет на высшем уровне. Это касается и вопросов подготовки, переподготовки, профессионализма летного состава, иноземного обслуживания, обслуживания в воздухе. Ну и, конечно же, ценовая политика будет демократичной, доступной среднестатистическому пассажиру, потому что это очень важно для нас, для армян, живущих в Армении, живущих в России. Для армян России также отрадно, что первые полеты авиакомпании Армении начала именно в Россию. В июле уже были начаты перелеты между Ереванским завартносом и Международным аэропортом минеральных вод. Мы знаем, какое большое количество наших соотечественников проживает в России. Поэтому не лишне говорить о важности регулярных рейсов между Арменией и городами России. Надеемся, что скоро объявим о новых направлениях наших полетов. Мы планируем в скором будущем начать полеты в Сочи, Краснодар. Из страны СНГ первыми начнем полеты в Минск. Затем будут Тель-Авив, Лондон. Все эти города в очереди. Мы готовимся и ждем необходимых разрешительных документов. Тем временем в аэропорту Внуково открывается регистрация на рейс Ереван. Всех пассажиров поздравляют и приветствуют представители Союза Армян России, посольства Армении, а также руководство аэропорта Внуково и самой авиакомпании «Армения». Здесь вручили ценные призы и сертификат на приобретение билета «Москва-Ереван-Москва» первому пассажиру, прошедшему регистрацию. Им оказалась Еретиана Рене. Остальные пассажиры получили памятные сувениры. Заместитель генерального директора международного аэропорта Внуково по коммерции Антон Кузнецов приветствовал армянских коллег, добавив, что для них приятно принимать суда авиакомпании с таким гордым и звучным названием. Он заверил, что пребывание пассажиров в аэропорту будет комфортным и безопасным. Мы постараемся обеспечить полностью комфорт для пассажиров и для авиакомпании у нас в аэропорту. Для этого мы уже предоставили удобные слоты для авиакомпании. Конечно же, при вводе второго рейса ежедневного мы также предоставим нужные для авиакомпании слоты, чтобы и пассажирам было удобно, и авиакомпании было удобно. Традиционно аэропорт Внуково вносит большой вклад в развитие российско-армянских отношений. Вы знаете, мы исторически обслуживали значительную часть рейсов на линиях между нашими странами и очень рады, что с новым армянским перевозчиком продолжим это делать. Представители авиакомпании Армения заявляют, что их не смущает опыт трех предыдущих национальных перевозчиков страны, которые прекратили свое существование. У новой авиакомпании профессиональный подход и собственный путь развития, и Москва для нее приоритетное направление. Сюда пока ежедневно будет выполняться один рейс на комфортабельных воздушных судах типа Boeing 737-500 с двумя классами обслуживания на борту. В скором будущем ожидается запуск второго ежедневного рейса, который также будет выполняться в аэропорт Внуково. Выбор воздушной гавани в Москве тоже не случайен. Внуково обладает хорошей транспортной доступностью и после недавней реконструкции считается одним из лучших аэропортов Восточной Европы. Внуково на данный момент является фактически самым высокотехнологичным аэропортом России и является практически одним из самых больших терминалов Восточной Европы. 270 тысяч квадратных метров это только терминал А, который сейчас мы видим. И как раз пассажиры авиакомпании Армения будет обслуживаться в этом новейшем технологичном терминале. Он у нас сделан действительно по последнему слову техники и получил немало призов на различных европейских выставках. В том числе и Гран-при брал проект нашего терминала. Ну и на данный момент мы действительно можем похвастаться лучшими технологиями. Это как IT-технологии, которыми управляется аэропорт, так и по безопасности технологии, которыми мы очень гордимся. У нас пятиуровневая система безопасности, такая одна из самых надежных. Союз Армян России поддержал выход новой авиакомпании Армения на российское направление. Учитывая важность сообщений между двумя странами. Руководство организации оповестит все свои подразделения по всей России о появлении нового национального авиаперевозчика. Такая поддержка, особенно на первом этапе, для молодой компании очень важна. Армения, в свою очередь, обещает, что сделает все, чтобы обеспечить для пассажиров доступность полетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова